Тема сегодняшнего урока, запишите третья тема, третьего раздела, и она называется вестромагнитная индукция. Тема сегодняшнего урока, вестромагнитная индукция, и здесь же вы запишите Омпытофарадея. Знаменитый английский пикер, благодаря совсем несложным опытам которого было открытое явление электромагнитной индукции, с которым мы с вами сегодня будем разбираться. Это достаточно сложная тема, и чтобы разобраться с ней, ребят, нужно понять, о чем идет речь. Ну, абсолютно. Итак, внимание, о чем идет речь. Мы с вами только что обсуждали тему магнитного индукции. И надеюсь, вы знаете, что магнитные поля возникают где? Там, где есть электрический ток. Токи. Там, где есть стойка. Как мы с вами это обсудили, как только возникает ток, вокруг него будет возникать магнитное поле. Таким образом, есть непрерывная связь электрических токов и магнитных полей. Поэтому возникает встречный вопрос. Можно ли сделать наоборот? В магнитном поле добиться появления тока в проводнике? Вот на этот вопрос мы сейчас попробуем ответить с помощью опыта Параде. Параде проделал целую серию опытов. А мы сейчас с вами посмотрим самый простой из них. И этот ток сейчас у меня наставил. Значит, смотрите сейчас сюда. В качестве проводника мы возьмем с вами катушку. Длинный провод, смутанный определенным образом. Катушка перед вами. Цепь катушки сейчас замкнута через гальвонометр. И гальвонометр это прибор, который покажет нам наличие токов цепи. Сейчас смотрите внимательно. Сейчас есть ток в цепи? Вот я просила вас вспомнить, каковы условия возникновения тока в цепи. Цепь должна быть какой? Замкнутой. Посмотрите сейчас внимательно. Наша цепь замкнута. И второе важное условие обязательно должен быть источник тока. Но это, ребята, мы тоже с вами обсуждали. Важен даже не сам источник тока. Мы можем с вами взять батарейку, которая закончилась в срок службы. И у нас не будет тока в цепи. Важно, чтобы этот источник вырабатывал что? Электродвижущую силу. Именно электродвижущая сила, она заставит заряды двигаться по этой замкнутой цепи. И правильный ответ сейчас на мой вопрос какой? В этой цепи нет тока, потому что ничто не заставляет электронно двигаться. Здесь нет электродвижущей силы. Итак, у нас есть проводник. Возьмем магнитные поля. В качестве магнитного поля для усиления я возьму парочку. В качестве примера магнитного поля я возьму волосовой постоянный магнит. Вы опытные люди. И прям представляете себе силовые линии этого магнитного поля. Сейчас у меня в руке магнитное поле. И наша цель сейчас будет такой. С помощью магнитного поля попробовать добиться получения тока в этом проводнике. Сам опыт простой. Мы будем вносить, смотрите внимательно, и выносить магнит из катушки. Но вы уже видели, что стрелочка отклонилась. Сейчас покажу еще раз поярче. Я вношу магнит северным полюсом. Стрелка для вас отклонилась вправо. Выношу, она отклонилась влево. Чтобы мы с вами не сомневались, что именно магнитное поле, породилось сейчас эту тему столько, мы изменим направление магнитного поля. Сейчас я буду выносить южным полюсом. Посмотрите внимательно, изменится что-то или нет. Мы вносим, да, и стрелка отклонилась в противоположное направление. И выносим, стрелочка опять отклонилась. Таким образом, ребята, вот прямо сейчас это самое время. Магнитным полем мы добились появления тока в проводнике. Да? Казалось бы, ответ на этот вопрос – да. Можно ли с помощью магнитного поля получить ток в проводнике? Да. Но этот опыт надо смотреть, ребята, не быстро. Смотрите сейчас внимательно. Я буду вносить магнит, и мы увидели, что прошел импульс тока. А вот сейчас смотрите внимательно. Сейчас магнитное поле пронизывает в проводнике? Ну как же. Да, пронизывает. Магнитное поле, посмотрите, конечно, сейчас пронизывает в проводнике. А ток есть сейчас в проводнике? Нет, только при изменении уже. Да, получается, ребята, что сейчас магнитное поле есть, но магнитное поле сейчас постоянно. По отношению к атушке магнитное поле не изменяется. И мы увидели, что тока нет. Таким образом, посмотрите внимательно, я хочу, чтобы определение электромагнитной индукции мы с вами вывели сами. Вот смотрите, сейчас катушку пролизывает магнитное поле? Нет. Нет. Сейчас магнитный поток равит нулю. Я буду вносить магнит, и магнитное поле появилось, и пускай сейчас магнитный поток 100 веграф. Когда мы вносили магнитное поле по отношению к катушке, что здесь делается? От нуля до 100 веграф. Оно? 100. Каким образом? Увеличилось. Когда мы вносили магнит, магнитное поле увеличилось, и прошел импульс тока. Сейчас это магнитное поле есть, оно может быть сильным, большим, но мы с вами видим, что тока в этой цепи сейчас нет. И когда мы выносим, ребят, магнитное поле по отношению к катушке, уменьшается. Молодцы. А общее слово увеличивается и уменьшается, и общее слово? Уменяется. Изменяется. Это ключевое слово в теме электромагнитной индукции. Вы сейчас послушайте. На основании этого опыта мы с вами можем сказать, что такое электромагнитная индукция. Да? Да. При всяком изменении. Изменении чего? Магнитного поля, пронизывающего проводник. В проводнике, ребят, что возникло? Тока. Хорошо. Возник ток. А если я, посмотрите, отключила бы сейчас, и цепь была бы разомнута, ребят, тока бы не было, так? Нет. А была бы, возникала бы там ЭДС. Как вы думаете? Да, ребят. Вот оказывается, что при всяком изменении магнитного поля, которое пронизывает проваги, в нем возникает ЭДС индукция. А если проваги в замкну, то в нем будет возникать индукционный ток. Может быть, вам еще будет проще? Само слово индукция значит наведение. Наведение. Мы добились того, что здесь появилась ЭДС индукция. ЭДС, которое навело магнитное поле. В цепь в замкну, ребят, появился индукционный ток. Наведенный ток. Хорошо. Запишите, пожалуйста, параграф первый. Напишите, пожалуйста, опыт параллелья. И прямо сформулируйте вопрос, которому мы задались. Можно ли магнитным полем породить ток в проводнике? Можно ли магнитным полем пройдите ток в проводнике? Ну и, пожалуйста, сделайте этот рисунок. И три фрагмента зарисуйте. И вот так вот в одну строчку, как здесь татушка, цепь, которая замкнута через галманометр. Трежды ее повторим. И на рисунке будьте внимательны, ребят. Очень важны вот эти сейчас стрелки. Эта стрелка сейчас что показывает? Что мы? Вносим магнит. Вносим. Совершенно определенно мы сейчас вносим магнит с северным полюсом. И покажите, пожалуйста, что стрелочка подклонилась. Мы с вами только что это видели. Мы сейчас с вами хотим зарисовать то, что мы увидели. Мы вносим магнит и увидим, что появится импульс ток. Пока не пишите пояснения, давайте просто сделаем рисунок. Второй, ребят, рисунок. Та же самая катушка, да, цепью замкнута через галманометр. И магнит внутри находится, внутри катушки. Мы могли бы с вами умеем хорошо рисовать силовые линии магнитного поля. Потому что вы увидели, что они сейчас пронижут контур обмотки этой катушки. Ну и мы с вами увидели, что в этот момент стрелочка крива на внутрь не отклоняется, потому что тока в данном случае в цепи нет. Ну и наконец, ребят, та же самая катушка, из которой мы выносим магнит. В этом первый и третий рисунок. Сейчас посмотрите, есть какая-то разница? Стрелки. Стрелочка, каменьки. Здесь мы вносили, и скоро мы узнаем правильно, мы с вами четко будем знать направление индукционного тока. Сейчас просто покажите, чтобы она, когда мы вносили, отклонилась в одну сторону, а когда мы выносили магнит, она отклонилась в противоположную. Как определить направление возникающего тока, это вот одна из задач сегодняшнего урока. Ну и давайте напишем, нет, только комментарий. По первому рисунку напишите прямо, то есть то, что мы будем, напишите, вносим магнитную катушку. Напишите, что мы с вами увидели, появляется индукционный токок. Появляется индукционный токок. Вот второе рисунок, давай тебе напишем. Магнит в катушке. Магнит в катушке. Магнитное поле напишите. Не изменяется. Не изменяется. Напишите, что тока нет. Магнит в катушке. Магнитное поле не изменяется. И тока нет. Мы наконец-то, в третьем рисунке напишите, мы выносим магнит. Именно так мы будем показывать. Не сильно, не сильно. Такую стрелку. Мы выносим магнит. Магнитное поле уменьшается. По отношению к катушке при этом. Вы напишите, что появляется индукционный токок. Появляется индукционный токок. Вот так на основе такого опыта, да, Карадейс формулировал условия, при которых будет возникать вес индукции, да, и будет возникать индукционный токок. Готовы? Давайте напишем определение. Напишите, пожалуйста. Электромагнитное индукционное. Электромагнитное индукционное. Это определение, которое начинается со слов Э. Итак, электромагнитная индукция, пишем. При всяком изменении. Слово прям нужно подчеркнуть. Кручевое слово. При всяком изменении. Магнитного поля, пронизывающего проводник. При всяком изменении магнитного поля, пронизывающего проводник. В проводнике будет возникать ЭДС индукции. В проводнике будет возникать ЭДС индукции. А если он замкнут, вы можете, индукционный токок. Если он замкнут, то возникает индукционный ток. Еще раз прочтите, что вы написали. Вам понятно, что мы написали? Да. Да? Нет. Еще раз найдите в этом смысл. Итак, в чем заключено явление электромагнитной индукции? При всяком изменении магнитного поля, пронизывающего конкретно проводник, в проводнике будет возникать ЭДС индукция, а если проводник замкнут, в нём будет возникать индукционный ток. Как мы с вами уже привыкли в нашем курсе. Для каждой величины мы хотим найти ее значение, как найти ее величину и как найти ее направление. Так же и для ЭДС индукции. От чего зависит величина возникающая тока и как определиться с направлением. По поводу величины сейчас поднимите еще раз. Ладно, сюда. Если посмотрите сейчас внимательно на величину возникающего тока. Посмотрите, изменится что-нибудь или нет. Вот я буду выносить вот таким образом, да, вот так. Или, ребят, вносить сложнее, но тем не менее, попробую. Буду выносить вот так с большей скоростью. Когда ЭДС больше? Когда скорость больше, ребят. Когда скорость изменения магнитного пола больше, тем больше возникающего с вами в виде землиного строка, значит будет больше возникающий ЭДС. А как нам записать вот эту вот скорость? Имейте ли вы представление, что такое скорость? Скорость, что такое? Это изменение любой величины во времени. Согласны? Поэтому, напишите. Чтобы определить параграф 2, напишите ЭДС индукции. Мы определимся с величиной. Прямо напишите. Величина ЭДС индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного поля пронизывающего проводника. Скорость изменения магнитного поля пронизывающего проводника. Скорость изменения магнитного потока, пронизывающего пронизывающего пронизывания. Хорошо. Смотрите сейчас на эту формулу. Слева, да, мы знаем, как назначаете ДС, а вот справа, ребят, понимаем ли мы сейчас, что справа написано скорость изменения магнитного потока. Секундочку, не пишите это, ребят. Ф – это что такое? Это магнитный поток. Спасибо. Ребят, а ДС это что такое? Изменение магнитного потока. А, ребят, изменение любой величины во времени – это будет как раз-таки скорость. То есть изменение магнитного потока во времени, вот эта величина – это и есть скорость изменения, в данном случае магнитного потока. Итак, величина зависит от того, как быстро меняется магнитное поле относительно проводника. Что касается направлений. Напишите. Направление ЭДС индукции определяется правилом Ленца. Направление ЭДС индукции определяется по правилу Ленца. Мы сейчас попытаемся с этим разобраться. Подчеркните слова правила Ленца, поставим для выключения. Сначала это просто запишем, как читаете правила Ленца. Напишите вместе со мной. Нам сейчас придется им с вами воспользоваться. Напишите индукционный итог. Так, индукционный итог. Направленный итог. Направленный итог. Чтобы своим магнитным полем Направлен так, чтобы своим магнитным полем Препятствовать причине, вызвавшей его появление. Индукционный итог. Правильно. Напишите, мы сейчас с этим разберемся. Направлен так, чтобы своим магнитным полем препятствовать Препятствовать причине, вызвавшей его появление. То есть нам вначале надо будет разобраться, что у была за причина. Потом надо понять, как мы будем препятствовать этой причине. И только потом мы узнаем направление индукционного итога. Здесь есть очень тонкий момент. Напишите, ребята. Это надо сейчас записать. Напишите. Учитывая правила Ленца, величина Эдрес индукции определяется. Формула, которую мы с вами уже видели, Эдрес прямо пропорциональна скорости изменения магнитного поля. В эту формулу надо внести минус. Поэтому повторите ее еще раз. Величину Эдрес индукции надо будет искать именно по этой формуле. А по поводу минуса мы с вами хорошо знаем. Обычно минус о чем говорят? В противоположном направлении. Вот сейчас смотрите. Справа изменение магнитного поля. Это и будет причиной. А слева у нас Эдрес индукция. Это следствие. По правилу Ленца возникающие Эдрес индукционный итог препятствуют причине. Поэтому формула надо поставить в минус. Для расчета Эдрес пользуется вот такой формул. Теперь давайте все-таки попробуем разобраться с правилами Ленца. Перерисуйте, напишите задача. Задача. И нарисуйте здесь до новой задачи вот такую рисунок. По сути дела, это то, что сейчас у нас было на столе, только графическую тупу. У нас катушка сейчас расположена горизонтально. Цепь катушки замкнут. Нарисуйте катушку. Цепь катушки замкнута. И сейчас посмотрите направо. Что происходит? Магнитный сон. Катушку вносят магнит. Причем, ребята, определенным образом северным полем. То есть то, что у нас сейчас происходит на доске. Если до этого мы условно показали, что стрелочка отклонилась, а теперь мы вооружены правилом Ленца, и так до новой задачи, это вот этот рисунок. Что нужно сделать? Напишите. Определить направление индукционного тока. Определить направление индукционного тока. Один раз мы это сделаем вместе, а потом я поспрашиваю персонально. Ну, готовы? Я хочу, чтобы у вас появился этот рисунок, чтобы вы могли спокойно с вами это обсудить, чтобы вы уже не отвлекались. Готовы? Да. Хорошо. Итак, ребята, как читается еще разок правил Ленца? Вот смотрите, мы будем вносить магнит определенным образом северным пульсом. Нас просят, найдите направление индукционного тока в катушке. Как читается правило Ленца? И индукционный ток, то есть вот ток, который сейчас возникнет в этой катушке. Направлено так, да, как говорится, чтобы своим магнитным полем, то есть, ребята, сейчас катушка выставит свое магнитное поле. Сейчас вот здесь вот появятся полюса у катушки. Ну, каким образом? Она выставит свое магнитное поле таким образом, чтобы препятствовать причине возникновения самого индукционного тока. Как вы думаете, что было причиной? Внесение магнита. Внесение магнита, это правильно. Внесение магнита, это буквально, чтобы сделать магнитное поле. Магнитное поле. Что в данном случае делалось? Магнитное блокадное. Ну, а ногу. Вообще, ребята, причина возникновения ДС, это обязательно изменение магнитного поля. Но изменение может быть двух видов. Вы понимаете, магнитное поле может по отношению к катушке что делать? Увеличиваться, а может уменьшаться. Это важно понять. Смотрите, мы вносим магнит, и сейчас причина какая? Увеличение или убежение? Увеличение, молодцы, магнитного поля. А теперь представьте себе, катушка вот сюда выставит такой полюс, чтобы препятствовать причине, препятствовать этому внесению. Как вы думаете, какой нужно выставить полюс, чтобы препятствовать северному? Северному, конечно. Поэтому мы с вами так должны сделать. Вы должны поставить сюда северный полюс, с обратной стороны будет, конечно, какой-то полюс и южный. А если мы знаем, ребята, что северный сейчас справа, знаете, я на вас посмотрю, как вы знаете направление индукционного тока? Северный. Силоварий. А нам нужна не силовария, нам нужно вот направление тока в этом проводнике. Ну вот там, где-то есть. Это правильно. Делай, чтобы это делать с правой рукой. Ребят, мы знаем, что здесь у катушки северный полюс, мы сейчас ее будем охватывать с правой рукой, и четыре пальца, вспоминайте, покажут нам направление с правой рукой. Значит, еще раз. Правильный ответ на заданный вопрос такой. Мы вносим магнит, отметьте это. Причиной является увеличение магнитного поля. По правилу ленца, ребят, катушка своим магнитным полем будет препятствовать причине, препятствовать этому увеличению. Поэтому здесь она выставит северный полюс с этой стороны, южный, и обхватывая катушку, большую палец на север, мы получим с вами направление внукционного тока. Это ясно? Хорошо. Хорошо. В каких еще случаях, не пишите это, может возникнуть явление электромагнитной индукции? Смотрите, мы будем вносить, то есть изменять магнитное поле относительно проводника. Это можно добиться как? Я могу вносить и вносить в огни, а можно делать наоборот. Если у меня сейчас магнитное поле было стационарным, как положено, а катушку мы двигали таким образом, чтобы силовые линии пересекались витками этой катушки, то тоже здесь, конечно, у МИДЖИСЕП, но тоже видно, что появляется индукция. Что еще можно было бы сделать? Можно было бы двигать катушки, посмотрите, относительно друг друга, но тогда нужно, чтобы по одной из катушек шел бы тон. Как только по катушке будет идти тон, вокруг нее образуется что? Магнитное поле, и тогда, ребята, это магнитное поле, пронизывая катки, витки второй катушки, приведет к тому, что здесь тоже будет появляться инпульс тока. Внимательно посмотрите сюда. Может произойти, возникать явление электромагнитной индукции, если, посмотрите, мы также две катушки, а в цепи первой катушки мы будем замыкать и размыкать ключ. Эту ситуацию мы с вами обсудили. Ну и, наконец, ребята, вот оно, то, благодаря чему у нас с вами электричество есть в любой момент в достаточном количестве, если мы будем вращать полу к магнитному полю. Сейчас посмотрите. То, что здесь нарисовано, у меня есть в виде действующей модели. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Что вы с вами видите? Посмотрите. Во-первых, вы видите магнитное поле, заданное такими двумя другообразными магнитами. И в этом магнитном поле, ребята, находятся не один виток, а несколько витков, чтобы взаимодействие было сильнее. Несколько намотанных контур. Если я, здесь есть возможность превращать, привести во вращение эти рамочки, эти контуры так, чтобы они, вращаясь в магнитном поле, пересекали силовые линии, то дальше посмотрите, что произойдет. Значит, сейчас мы с вами видим, что через здесь четко-коллекторный механизм цепь контура замкнута на лампочку. И сейчас мы видим, что лампа не горит, значит, там нет чего. Тока, а тока нет, потому что здесь нет ЭДС. Молодцы. Потому что нет ЭДС. Если я сейчас приведу во вращение, еще разок, сейчас рамочка будет двигаться в магнитном поле, пересекая вот эти силовые линии, которые мы с вами умеем рисовать. Чуть-чуть поддержу щетко-коллекторный механизм. Нашим горелином цепи. Смотрите сейчас внимательно. Вы хорошо видите, что при вращении рамки в магнитном поле лампа загорелась. Значит, сейчас в цепи идет ток. Причем, смотрите, сейчас же нет никакого аккумулятора. Еще разок. Это ток, ребят, какой? Индукционный, наведенный, чем изменением магнитного поля. Раз появился ток, ребят, значит, в этой цепи возникла ЭДС-эндукция. Молодцы, возникла ЭДС-эндукция. И так работает то, что вы сейчас увидели у меня на столе. Это модель генератора переменного тока. Так работает абсолютно любой генератор. Все зависит от того, что приведет рамки во вращение. Если это будет сила падающей воды, мы с вами получим гидроэлектростанцию, где сила падающей воды заставит рамки вращаться, конечно, в гораздо большем магнитном поле. Заставит вращаться пар, мы с вами получим, теплоэлектростанцию. Вы, если вы когда-нибудь катались на велосипеде с фаром, вы вращаете педали, вращается ось, те, кто когда-нибудь катался на таком велосипеде, маленькая коробочка, внутри которой плоским магнитным заднем магнитном поле, и вы вращаете такая плоская рамочка. Если вы хоть раз ездили на таком велосипеде, вы знаете, как только вы остановитесь, фара что, тут же погаснет. Чем быстрее вы вращаете педали, ребят, ну и сейчас вы это тоже видели, чем сильнее я буду вращаться, тем ярче загорится лампочка, сейчас гораздо больше будет скорость изменения магнитного поля, больше будет возникающий СДС, как только мы прекратили это делать, наш СДС исчезло, и это пламент нет индукционного тока. Я думаю, что нужно записать, запишите, пожалуйста, принцип действия любого генератора, принцип действия любого генератора, это вращение рамки или контура в магнитном поле. Еще раз, вот нам задали магнитное поле, представьте себе сейчас силовые линии, находящие северно, находящие на полюс, вот эта рамочка, которую мы сейчас видим, как здесь было для усиления эффекта больше количества, здесь, правда, нет ручки, но эта рамка стала вращаться в магнитном поле, боковые стороны рамки стали пересекать силовые линии, магнитное поле по отношению к рамке изменялось, и в этой рамке возникла ДС-индукция. Если вот через счет и коллекторный механизм, эта цель будет замкнула через лампочку, то, что мы сейчас с вами увидели, лампа стала ярче гордиться. Хорошо, напишите, ребята, пожалуйста, задача, задача, до новой этой задачи, вот такой график, внимательно и аккуратно нарисуйте этот график. На осях графика, ребята, это мы уже обсудили, это магнитный поток, да, у мэдера. На этом графике показана зависимость магнитного потока от времени. На осях есть масштаб, мы видим, что есть время, мы уже доберем через секунду. Ответы не пишите, сейчас решите только график. Если вы пока рисуете, приглядитесь, у этого графика есть три участка. Вначале, посмотрите, за две секунды магнитный поток от нуля до сети вымирно нарастает, потом будет такой участок, когда у него магнитный поток будет, да, 10 в игрок, и наконец он упадет до нуля, здесь будьте внимательны, он упадет до нуля вот за одну секунду, с пятой до шестой. Готовы? Так, это данный момент. Вопрос к этому графику такой, прям запишите его, пожалуйста. Чему равна и дл с индукцией на первом участке? Мы сейчас разберемся с тремя участками, начнем с первым. Как вы записываете, о чем мы должны помнить? Так, вопрос, сейчас график такой. Чему равна и дл с индукцией на первом участке? Работает быстро, что скажут? Есть ответ 5. Что еще? Ну почему 5? Тоже 5. Все думают 5? Нет, подождите, что мы рассчитывали. Минус 5 есть предложение. То есть из предложенных ответов там что-то подходит. 5 и минус 5. Все-таки минус 5, ребят. Да, посмотрите, что мы сказали. Ну, посмотрите, как это делать. Во-первых, мы должны вспомнить форму, по которой считаете д с индукцией. Сейчас повторите, пожалуйста, эту форму. Для первого участка, если расписывать подробно, да, вот что происходит на первом участке. Мы сейчас должны найти изменение логнитного потока и разделить на то время, за которое изменения произошло. ДЛТФ, ребят, это от конечного отнять начальное. От 10 мы будем отнимать 0. Это было 10 веберов, да? За какое это время произошло, мы с вами видим, за 2 секунды. Таким образом, если мы воспользуемся формулами для определения величины, мы с вами получим минус 5. Ясно? Хорошо. Ниже, ребят, напишите, пожалуйста. Определите д с индукцией на втором участке. Ну-ка, определите д с индукцией на втором участке. А минус 2 здесь не предлагает. Смотри, 5 минус 5 минус 10 минус 10. 0 есть предложение. 0. А почему нет? Второй участок, да, второй участок, вот он перед нами. Даже если бы мы делали это формально, да, 10 минус 10, то у нас в числителе с вами оказывается 0. Ребят, ну а даже если бы мы не делали это формально, мы видим, что на этом участке магнитное поле какое? Постоянное. Оно по графику видно. Постоянное. Оно не меняется. Поэтому ЭДС будет возникать? Нет. Это очень похоже на что, ребят? Когда магнит находился у нас внутри катушки. Магнитное поле есть. В данном случае оно с 10 клеверов, но оно не меняется. И здесь, конечно, правильный ответ 0. Вы, пожалуйста, напишите, что ЭДС на втором участке равна 0. Хорошо. Ниже напишите. Определитель ЭДС индукции на третьем участке. 10 будет с плюсом. Да, девочки? 10 будет с плюсом. Девочки правы. Почему от конечного значения, от нуля, мы отнимем 10. Числители будут минус 10, так? Дельта Т здесь равно одной секунде. И перед скоростью ставить минус, получится 10 вольт. Таким образом, ребят, у нас должны получиться вот такие ответы. Это правильно? У нас на первом участке получилось минус 5, на втором участке ЭДС не возникает совсем, и на третьем участке получилось 10 вольт. То есть мы определяли направление? Нет. Сейчас мы величину определяем. Величину ЭДС индукции. И про направление. Молодцы. По крайней мере, мальчики задаются правильным вопросом. Давайте, ребят, с этого начнем. Давайте. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на ответы, которые у нас получились. Еще разок. Сейчас смотрите только на знаки. Вопрос будет прямо к Никипору, который родил этот вопрос. Смотри, у нас получилось, что на первом участке ЭДС с минусом, про величину сейчас не говорим, а на третьем участке с плюсом. Нет, я не знаю. А почему? Нет, я хочу, чтобы ты объяснил. Ну, тут там вверх, а там он в минус. Как же ты говоришь минус? Ну, может, это минус. Здесь минус здесь. Как получается? Ты сейчас объясняешь с помощью формулы. Да? С помощью формулы мы разобрались. У нас сейчас все правильно. Но эта задача, она раскрывает большой физический смысл. Почему все-таки на первом участке ЭДС будет с минусом, ребят, а на третьем участке она будет с плюсом. И тут уже правильно. Минус о чем говорим? О противодействии. О противоположном направлении. Посмотрите сюда. На первом участке у нас магнитное поле, ребят, что делает? Величивается. Величивается. Препятствие увеличения ЭДС будет направлено навстречу. Понимаете? И вот это навстречу, противодействие, оно будет со знакомым минусом, что нам и правильно формулы показали. А вот гораздо, мне кажется, сложнее и интереснее. Почему, ребят, здесь получилось с плюсом? У нас здесь с магнитным полем что происходит? Магнитное поле уменьшается. А препятствия уменьшения, как вы думаете, надо быть в противоположном направлении или в том же? Противоположное. Смотрите. У вас магнитное поле, например, есть северный. Это магнитное поле, ребят, уменьшается и исчезает. А вы его хотите поддержать. Будет выставлено магнитное поле какого направления? Противоположного. Противоположного еще быстрее его задания. Такого же, ребят. Такого же направления. Оно, понимаете, правила лекции говорят о том, что мы препятствуем причине. Но препятствовать уменьшению, это значит магнитного поля. Это значит выставить свое магнитное поле на то же направление. Поэтому здесь, ребят, на третьем участке, препятствие этого уменьшения, будет выставлено ЛДС того же направления. Это что касается направления, молодцы мальчики, чтобы заметили. А по поводу величины, можно объяснить? Сейчас на знаке не буду смотреть. Почему на первом участке ЛДС 5, а на третьем участке 10? Изменения по секунду. По секунду, самому за секунду. Потому что время меньше. Так. Время в третьем случае оказалось меньше, а правильность выделяет какое почувствие? От чего зависит величина? От скорости, конечно, ребят. Получилось, что на 10 веберов на третьем участке изменения произошло за меньшее время. Это означает, что скорость была больше, и поэтому возникающая ЛДС будет больше. Это понятно? Хорошо. Как или дальше? Сейчас хочу все-таки подскаживать персонально. Ребят, посмотрите. Мы не поняли. Что имя? Ничего не поняли. Это предыдущие. Почему там минус 5, почему 10? Нет, я понял, потому что это формула такая. Так, а почему именно это формула? Потому что ЭДС зависит от скорости, а минус учитывает по правильной улице направление этой ЭДС. В тот момент, когда у нас возрастает магнитное поле, мы будем препятствовать его возрастанию, и катушка выставит магнитное поле противоположного направления. Да. А когда у тебя уменьшается магнитное поле, препятствие уменьшения выставит магнитное поле того же направления. А, я понял. Это понятно? Да. Хорошо. Сейчас мы еще к этому ребят вернемся. А на конкретных примерах. Посмотрите, сейчас нашу такую задачу. Как вы думаете, почитайте, я сейчас прошу кого-то персонально. Итак, смотрите. Сейчас в катушку вносят магнит южным полусом. Да? Эмберметр фиксирует возникновение индукционного тока. Здесь нас спрашивают, что необходимо сделать, чтобы увеличить силу тока. Возникающий ток был побольше. И посмотрите, есть предложение ответа. Можно увеличить скорость. Можно будет вносить не южным, а северным полусом. Увеличить скорость. Правильный ответ, ребят, какой ответ? Скорость увеличится. Первый. Увеличить скорость. То есть это не, конечно, не зависит от того, какими колесами выключен актериметр. Зависит от того, как быстро или медленно мы вносим магнит. Хорошо. Посмотрите сюда. Катушка замкнута у нас на глибанометрах. В каких случаях возникнет электрический ток? Когда двигает, тогда находится или в обоих, или вообще никакой. Здесь сейчас правильный ответ какой? А, где? Только когда катушка вносит магнит. Когда другие магниты вносят в катушку, при этом магниты по любому увеличиваются. Хорошо. Дайте такую задачу. Две одинаковые катушки, А и В, замкнуты, каждая на свой глибанометрах. Катушка А вносит в полусовой магнит, вносит, а из катушки В выносят такой же. В каких катушках будет внутренний ток? В обеих. Мы понимаем? При внесении или нанесении, то есть при изменении магнитного обмена, будет возникать индукционный ток. Хорошо. А вот это все-таки еще раз нам правило Ленца. История такая. Вот это конец, ребята, это как один виток катушки. То есть не надо обращаться как с одним витком катушки. Представьте себе, что у нас есть один замкнутый виток катушки. И в нем уже показали направление индукционного тока. Так? Если бы показали направление индукционного тока, мы прямо сходу что можем справиться? Мы можем определиться с полюсами. А теперь, ребята, вот этот полусовой магнит сейчас выносит из этого кольца и спрашивает. Вот здесь какой польц? Северно. Северно? Поваривайте, мне кажется. Южно. Южно. Магнения разделились. Обычного. По крайней мере, правильно говорят, что если мы обхватим этот магнит, то у нас сейчас слева колоски. Слева колоски. Слева колоски. Северно, а здесь южный. Сейчас у кольца южный. Ребята, при вынесении, причина какая? Магнитное поле уменьшается. Мы хотим вынести магнит, а магнитное поле этого кольца постарается его удержать. То есть выставлен был южный полус. Значит, выносит каким полусом? Северно. Выносит северным полусом. Молодцы. Это полус. Молодцы. Здесь я. Хорошо. Пишите. А сейчас мы это все нарисуем. Нам будет достойно. Пишите, ребята, пожалуйста, задача. Пишите, ребята, задача. Данова эта задача выглядит вот таким образом. Мальчики, со мной, со мной. Данова эта задача выглядит вот так. Данова требует некоторого комментария. А именно, здесь нарисован сейчас, вот написано, сердечник. Сердечник, это и есть в первом облике, это постоянный магнит. То есть сейчас две катушки, одеты на сердечник. Это не просто какая-то палочка. А это одеты именно на постоянный магнит. Вот так. На сердечник одеты две катушки. Причем, цепь второй катушки, я ее назвала номер два, она просто замкнута на грибаноминках. Вот такая точно катушка, цепь, которая замкнута на грибаноминках. Одета с одной стороны, она на сердечник. С другой стороны, ребята, на сердечник одета катушка, дозаим ее номер один. Причем, в цепи которой есть источник и есть ключ. Так, дано. Вот такая ситуация. На постоянный магнит одеты две катушки. В цепи одной из катушек есть источник и ключ, а тебе вторую катушку просто замкнута. Что нас просят найти, ребята? Просят, прямо запишите вопрос. Определить направление индукционного тока во второй катушке. Направление индукционного тока во второй катушке. В трех случаях. Первый из них. В момент, прямо так надо написать. В момент замыкания ключа. В момент замыкания ключа. Также определить направление индукционного тока во второй катушке, когда ключ замкнут. И, наконец, третий момент, о котором мы будем говорить, это момент размыкания ключа. В момент размыкания ключа. По крайней мере, первый из этих заданий, мы ждем сейчас вместе. А кто разобрался у нас по-другому? Никита? Где-то скинь? Где-то вместе разберемся. У тебя вся надежда. Итак, ребят, момент замыкания ключа. Давайте я могу вместе. Ключик замкнем. Что произойдет? Сейчас мы с вами так сделаем. Про первую катушку все будет синее, про вторую все будет синее. В момент ключ замкнули. Что произойдет? Ток. Давай покажем направление тока. От плюса к минусу. Да-да-да. И как мы показываем, ребят, там боковых сторонах. Ребят, как только по катушке пойдет ток. Что произойдет? Возникнет? Двес. Почему он двес возникнет? Двес. Дождь. По катушке пойдет ток. Что вокруг катушки возникнет? Магнитное поле. Магнитное поле. Возникнет магнитное поле. Ты можешь нарисовать одну силовую линию, ребят, одну секунду, не торопитесь. Одну силовую линию этого магнитного поля. Для этого, во-первых, надо с плюсами определиться, так? Да. Давай найдем, где у катушки северный полюс, но неужели. Да-да-да-да. Правой рукой, где у нее северный полюс? Давай здесь напишем северный. Да? А где южный? С другой стороны. Теперь, ребят, внимание. Если мы сейчас будем, вот секундочку, не рисуйте с нами. Давайте начнешь рисовать силовую линию этой катушки. Это будет как, ребят? Линия будет проходить вот так внутри и выходить снаружи. Так? Теперь минуточку. Если бы мы, ребят, одели не на сердечник, то даже силовая линия здесь бы замкнулась. Но катушка одета на сердечник, на вот такой постоянный магнит, да, на ферромагнете, который, ребят, хорошо намагничивается во внешних полях. Поэтому я тебе чуть-чуть помогу. Силовая линия первой катушки, ребят, она вот так распространится по всему сердечнику, так? Поэтому здесь у него будет северный поле, здесь южный. И давай покажем направление этого магнитного поля первой катушки. Да. А вот здесь давайте стрелочку покажем. Вот так будет направлено магнитное поле первой катушки. Хорошо. Ребят, магнитное поле первой катушки, зачем нам сказали момент замыкания? Как ты думаешь, что будет с током первой катушки, что будет с магнитным полем первой катушки? Зачем сказали момент замыкания? Вот ключик разомкнут, то к чему равен? Ну, а ключик замкнули, ну, через какое-то время там по закону ОМН берется, например, 10 ампер. В момент замыкания с током что будет происходить? Ток будет увеличиваться. Поэтому мы напишем, что в момент, вот сейчас мы напишем про момент замыкания. Сила тока будет увеличиваться. Скажи, а магнитное поле будет? Если у нас ток растет, что будет с магнитным полем? Тоже будет увеличиваться, ребят. Магнитное поле будет увеличиваться. А теперь внимание, ребят. Из-за того, что обе катушки одеты на сердечник, у нас сейчас магнитное поле первой катушки, оно распространяется по сердечнику, посмотрите, и пронизывает витки второй катушки. И у нас сейчас с тобой вторая катушка оказывается в возрастающем магнитном поле. Как ты думаешь, если проводник пронизывает магнитное поле, которое увеличивается, что в нем возникло? Нужно лицо? Если проводник пронизывает изменяющееся магнитное поле, в проводнике что будет возникать? ЭДС индукция. Вслед за ЭДС индукцией будет возникать индукционный ток. Согласны? То есть, вот это вот увеличение магнитного поля первого проводника уходит. Это причина возникновения ЭДС индукции во второй катушке. И сейчас, я надеюсь, что мы справимся, найдем, ребят, направление ЭДС индукции во второй катушке. Еще раз, у тебя сейчас вторая катушка в возрастающем магнитном поле. По правилу ЭДС она выставит свое магнитное поле, препятствуя увеличению, магнитное поле будет в каком направлении? В противоположном. В противоположном. Поэтому у второй катушки здесь будет какой-то полос? В противоположном. Здесь будет северный. А там у катушки будет какой? Южный. Давайте второй катушки нарисуем силовую линию. Лучше вниз, чтобы они не пересекались. Вот так. Ее направление покажем. А теперь смотри внимательно. Ты знаешь, где у второй катушки северный полос? Можешь ты показать направление тока в катушке? Правой. Нет, большой палец должен смотреть на северный полос. Вот так. Направление тока, ребят, индукционного, будет вот таким. Будет вот таким. И секундочку, тебе спасибо большое. Мы с вами получили направление индукционного тока во второй катушке. Направление индукционного тока во второй катушке. Это ясно? А почему стрелочка поднялась? Потому что отклонилась. Натаяла как бы на нуле. А я сейчас вот эту стрелочку. Я хотела бы угадать, что возник индукционный ток, и стрелка отклонилась посмотреть по направлению индукционного тока. Еще разок, ребят. Мы так много мучились, рисовали. Сейчас у вас есть готовый рисунок? Да. Сейчас просто меня, ребят, внимательно послушайте. Значит, смотрите, что произошло. В момент замыкания ток первой катушки и магнитное поле первой катушки увеличиваются. Вот только что тока не было, теперь он появился. Теперь, ребят, появилось магнитное поле, и оно, распространяясь по сердечнику, пронизало витки второй катушки. Так? И у нас вторая катушка оказалась в возрастающем, увеличивающемся магнитном поле. Не возникнет ЭДС индукции, завязавший в индукционный ток. Как дайте направление? Препятствуя увеличению магнитного поля первой катушки, вторая выставит свое магнитное поле, но, ребят, препятствуя увеличению противоположного направления. Согласны? Как только мы поняли, что она выставляет магнитное поле в противоположном направлении, и поняли, что здесь у нее северное поле старой катушки, мы с вами смогли определить направление ЭДС индукционного тока. Это ясно? Хорошо. Вы это с вами сделали. Скажите, когда ключ замкнут, когда ключ замкнут? Ток не идет. Как же? Когда ключ замкнут, когда ключ замкнут, ток, конечно, идет, но, ребят, ток в первой катушке, магнитное поле первой катушки в этом случае будут какие? Постоянно. Постоянно. Они в этой печи будут поставлены. И это, ребят, к чему приведет? Будет у нас возникать ЭДС индукции во второй катушке? Нет. Ни ЭДС индукции, ребят, ни индукционного тока во второй катушке не будет. И вот так. Согласны? Ну и наконец, момент разных карней крича. Момент разных карней крича будет вашим домашним законом. Еще раз подведем итог. Мы сегодня с вами обсуждали можно ли с помощью магнитного поля навести, образовать ток в проводнике. Получилось, что можно. Но не самим магнитным полем, а чем его изменение. Величина возникающего ДС индукции индукционного тока зависит от скорости, прямо пропорциональной скорости, а направление определяется, конечно, довольно сложным правилом универсия. Хорошо.